Артур Парфенчиков В Петрозаводск он приехал с предложением объединить администрацию района и Петкеранты. Этот вопрос поднял, мне этот финансовый отдел, сделал экономию, 5 миллионов, только на администрацию экономии. Вот в 2015 году делали. Не доказать, непробиваемо, что мы говорим, дети без еды будут. По словам Артура Парфенчикова, объединить администрации и региональные власти самостоятельно не могут. Нет таких полномочий, но идею одобряют, а если ее поддержит и население, то помогут решить все юридические вопросы. Следующий посетитель – жительница села Педасельга Марина Городилова. Братская могила в центре села нуждается в благоустройстве, а забор местного кладбища совсем покосился. Проблему с забором Парфенчиков предложил решать через программу местных инициатив. А к благоустройству братского захоронения, поскольку эта тема касается не только одной Педасельги, предложил подойти комплексно. Давайте попросим там прионежскую прокуратуру вместе с судом взять шерсть над вот этим захоронением, так сказать, да, или там прионежский отдел внутренних дел. Ну, это же посмотреть надо, кому сколько, как, где, какие у нас еще есть прионежки, там, братские могилы. Но мне представляется, что у нас сегодня пример-то должны показывать и наши государственные учреждения, в том числе федеральные. Еще одна посетительница, известная многим петрозаводчанам, основательница велодвижения Анастасия Неровная. В 2014 году лидеры молодежных общественных организаций объединились, чтобы начать изменять мир вокруг себя. Есть идеи, есть люди и достаточно энергии, но для максимального эффекта не хватает малого. И нам очень хотелось бы выстроить эффективную систему коммуникации, обратной связи и работы, потому что мы понимаем, что задача у нас одна. Задача с правительством, с бизнесом сделать так, чтобы в нашем регионе, в наших городах было комфортно, безопасно жить. И чтобы каждый житель Карелии гордился и был счастлив. Артур Парфенчиков поблагодарил активистов за неравнодушие и поручил членам правительства и рекомендовал руководству города поддержать проекты. И даже согласился, если сможет, принять участие в очередном велопразднике в Петрозаводске. Продолжение следует...